Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Примерно через час после взлета Все они пройдут над Красной площадью Репетиция парада Мероприятие ничуть не меньшего масштаба Чем сам парад Тысячи людей Сотни единиц техники Около 70 летательных аппаратов Для воздушной части парада Просчитываются и отрабатываются Различные варианты маршрута В зависимости от метеоусловий И так называемого Времени ночи Вариант сегодня Проигрываем и выполняем Низковысотный маршрут До площадки Селятина Время Че Прохода Селятина Первых вертолетов С флагами 10.44 Очень важно Сегодня это организация Порядок запуска Выруливания И взлета От этого зависит построение Боевых порядков Поэтому Так как время Че Сдвинуто На 16 минут Необходимо учесть Вот эти моменты Вопросы Вопросов нет Все По плану Действуем Товарищи офицеры Генерал-майор Харчевский Александр Николаевич Родился 9 мая 1950 года Окончил Харьковское Высшее Авиационное Училище Летчиков Военно-воздушную Академию Имени Гагарина Кандидат Военных наук Заслуженный Военный Летчик России Военный Летчик-снайпер Награжден Орденами За заслуги Перед Отечеством Четвертой степени За службу Родине Третьей степени За военные Заслуги Орденом Красной Звезды Именным оружием И медалями На боевом курсе Буду давать Отсчет 30 20 10 10 Или тебе важнее Все 10 20 и 10 20 и 10 Хорошо 20 и 10 Вы знаете В моей жизни Вот Военной Я В первую очередь Поставил перед собой Стать летчиком И на протяжении Всей своей жизни Для меня это Главная цель Но стать летчиком Это очень сложно Это нужно Чтобы весь твой быт Вся твоя деятельность Была направлена на одно На полеты Это настолько важно Чтобы стать профессионалом Нужно постоянно Работать над собой Это самосовершенствование Это самовоспитание Это воспитание Духа Воли Я уже не говорю О безупречной Воинской дисциплине Здесь уже вопросов Не возникает Потому что Летная дисциплина Она выше всего Хотя и многие говорят Те, кто не летчики Говорят о том Что да, в авиации Порядка нет Наоборот В авиации Как раз Порядка и больше Чем в других Почему? Потому что Это связано Организация полетов Связана с жизнью людей Может только космос сравнится С важностью И ответственностью Подготовки К этой работе Летной Отличный На 8 Счастливого полета Спасибо Самолеты и вертолеты Которые участвуют в параде Базируются на четырех аэродромах Первыми в воздух поднимаются Самые тяжелые машины Стратегические ракетоносцы И самолеты военно-транспортной авиации Все они пройдут прямо над аэродромом И здесь к ним присоединятся Самолеты Липецкого центра Разворот влево Начали Ну вы сами понимаете Меняются погодные условия Меняется ветер И направление И сила ветра И по высотам Значит с учетом ветра Необходимо Определить время взлета Всех самолетов Начиная с аэродрома Сеща Шайковка Липецк Кубинка С этих всех аэродромов Взлетают летательные аппараты Для того, чтобы выстроиться На генеральном курсе Все вот 69 летательных аппаратов В одну линию С 30-секундным интервалом Каждая группа в своем парадном строю Этому предшествует еще и напряженная работа на земле С 702 группе запуск И тот второй группой допускает Выполняем С 703 готов Порядок выруливания и взлета самолетов Неоднократно отрабатывается на земле Такую тренировку летчики называют Пешей полетным На асфальте нанесена точная схема аэродрома На ней обозначено место каждого самолета Время запуска двигателя И время начала выруливания Четко определены для каждого летчика Взлетают самолеты тоже Строго по заданному времени Спустя считанные минуты Над аэродромом начинается формирование строя Ну и пошли взлет Дистанция Колеса Закрылки 702-й, 701-й наблюдаю Манил 701-й, группа 702-й Решите пристроиться Выполняем пристроение 701-й, группа 702-го на месте Выполняем парадный маршрут Практика полета пешком не нова Также к парадам на Красной площади готовились летчики знаменитой Красной Пятерки Замечательная пятерка отважных молодых пилотов Неразлучна не только в воздухе Вы еще увидите их сегодня на празднике Когда они поведут над аэродромом Свои скоростные самолеты Летчики Практика в Таневе Субтитры создавал DimaTorzok Практика в Субтитры determinки нарисовали белую полосу. Для ведущего группы она служила ориентиром, по которому выдерживался курс. Проход пяти истребителей И-16 на параде 1 мая 1935 года произвел колоссальное впечатление. На всех авиационных праздниках красная пятерка поражала зрителей скоростным энергичным пилотажем и плотным строем. Самолеты шли крыло в крыло, будто связанные. Фактически красная пятерка стала первой советской пилотажной группой. Причем выступали летчики на серийных боевых машинах. Сталинские соколы. Этот эпитет стал нарицательным для всех советских авиаторов 30-х годов прошлого века. Летчики Липецкого центра по праву носят гордое название «Соколы России». Коронный номер пилотажной группы «Соколы России» — демонстрация маневренного воздушного боя на Су-27. Пара на пару. У нас сначала появилось звено РОМ на Су-27, пара на МиГ-29. А затем мы построили пятерку, шестерку Су-27, потом построили десятку всей фронтовой авиации, начиная от Су-27, Су-24, МиГ-29. Вот построили вот такую десятку. И нас затем, в общем, в полной, как сказать, мере стали привлекать к выполнению полетов на показы авиационной техники в различных праздниках авиационных. Затем начали привлекать нас и для полетов за границу. Так мы были в Норвегии, во Франции, в Соединенных Штатах Америки. Нам все время стали задавать вопросы, а почему у вас нет никакого названия? Вот есть русские витязи, есть стрижи. Почему у вас нет названия? Из всех тех предложений, которые были, наиболее, ну, соколы, понятно, близко, так сказать, к авиационному. Нужно было что-то еще добавить. Ну и поэтому назвали «Соколы России». На этом остановились. Время прохода торца ВПП аэродрома Липецк, АН-124. 9 часов 34 минуты. 9 часов 26 минут должны взлететь четверка Су-27, которая будет ее сопровождать. Наблюдаю, разрешите пристроиться после разорота. Если, допустим, в 11.00 время Че, я на Су-34 должен взлететь ровно в 9.58, то есть за час 0.02. Ну и так каждый экипаж знает свое время взлета. И вот если это время меняется в зависимости от ветра там и так далее, силы ветра, направления, меняется вот это время. Время Че не меняется, но время меняется взлета и выхода на аэродром Липецк, там взлет с аэродрома Кубинка и так далее. Мало того, что мы должны точно взлететь уже время, которое определяется заранее, но еще и в процессе полета оно тоже может меняться. И к этому все должны быть готовы. Вот, допустим, президент будет выступать не 7 минут, а 8. Значит, уже сдвиг пойдет на одну минуту. Сдвиг пойдет на одну минуту и начало движения парадных колонн на Красной площади, боевой техники, естественно, и воздушный парад. То же самое сдвинется на одну минуту. Это все проигрывается. Поэтому каждая тренировка, это, в общем-то, мы готовимся к ней, как непосредственно к самому параду. А по-другому нельзя просто. Строй прекрасный! Уважаемый Александр Николаевич, я уполномочен от имени администрации президента вручить вам, как командиру авиационного центра, памятный знак и тот знак воинской доблести, который мне поручили вручить вам, знак признательности вам, как командиру авиационного центра, всех тех заслуг, которые были совершены нашими летчиками и в последних конфликтных событиях, и в последних мероприятиях, которые посвящены новому подъему, техническому, инновационному нашей авиации России, на что обратил очень тщательное внимание президент страны Дмитрий Анатольевич Медведев недавно в Кубинке. 28 марта 2009 года на Су-34 Липецкого центра совершил полет президент России Дмитрий Медведев. Сейчас сделаем фигуру, такая бочка называется. Что сделаем? Фигуру и бочка. Бочка. О, хорошо. Это круто. Не только гордость и огромная ответственность и волнение, это все присутствует. И поэтому, а инженерно-технический состав, вы бы видели, как они готовились к этому, ведь тоже переживали. А переживание техника самолета, молодого техника самолета, который, представляете, самолет готовит для президента России. Ну, это же для его внуков, правнуков, я не знаю, для всего его поколения будет знаменательным событием. Так же, как и для летчика Грицаенко Юрия Дмитриевича. Он тоже волновался. Он потом признался, говорит, я ночью плохо спал, потому что волнение было огромное. И это понятно. Нормально, все, парень. Пока вас, яко, слышите, все хорошо. Ну, после взлета, он говорит, все, встал на свои места, уже никаких волнений не было. Была только высочайшая ответственность выполнить полет строго по заданию и выполнить благополучно посадку. Александр Николаевич, ну, мы горды и счастливы тем, что на параде Победы 9 мая вы лично и ваши, и наши, Соколы Ликвецкие, будут достойно представлять Россию. Спасибо, Олег Петрович. Дай Бог, чтобы все было у нас хорошо. Мы благодарим вас лично и администрацию за вашу помощь, поддержку и все то, что вы делаете для нашего центра. Спасибо, Александр Николаевич. Так держать. Спасибо. Москва, Красная Площадь. Это кадры из фильма Парад Победы. Он был одним из первых документальных фильмов в СССР, снят на цветную пленку. Первый парад во знаменование Победы над Германией в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня 1945 года. Торжественным маршем по Красной площади прошли сводные полки фронтов. Во главе парадных коробок шли командующие фронтами и армиями. Знамена прославленных частей и соединений несли герои Советского Союза. Для каждого сводного полка оркестр исполнял особый марш. В составе сводных полков шли рядовые, сержанты и офицеры различных родов войск, отличившиеся в боях и имевшие боевые ордена. Сводный полк военно-морского флота состоял из представителей Северного, Балтийского и Черноморского флотов, Днепровской и Дунайской флотеи. Марш сводных полков завершала колонна солдат, отнесших 200 опущенных знамен и штандартов разгромленных немецких войск. Эти знамена под барабанную дробь были брошены на специальный помост у подножия мавзолея. Параде Победы должна была участвовать и авиация. Но с утра шел сильный дождь, и в связи с нелетной погодой воздушную часть парада пришлось отменить. В 2008 году, после многолетнего перерыва, традиция военных парадов с участием тяжелой техники возобновилась. 9 мая, в День Победы, по Красной площади прошли 111 единиц колесной и гусеничной боевой техники. В воздушном параде участвовало 32 летательных аппарата. В 2009 году их число увеличится практически вдвое. Над Красной площадью пройдет парадный строй из 69 единиц авиационной техники. Рассчитано так, что после прохождения боевой техники по Красной площади через одну минуту появляются вертолеты с флагами, а это как раз прохождение вертолетов над Красной площадью с флагами. И это является для нас время Ч. Ошибка может в точности выхода не более трех секунд. Штурманы работают просто в таком напряженном режиме, что трудно передать. Каждую секунду они определяют, как изменить скорость, насколько, для того, чтобы точно выйти на каждый поворотный, а потом на цех. И в каждой группе так работают все экипажи. Время Ч, Ми-8 с флагами. Вот первый вертолет должен точно выйти время Ч над Красной площадью. После вертолетов с флагами идут уже вертолеты, и затем идут вот наши экипажи. 5 Су-25. 25-ые молодцы, 3-ые за полметра интервалчику меньше. Молодцы, так что и на... Это один опускаем. А за ним идет Ан-124. А здесь идут самолеты-танкер, в строю дозаправки самолет Ту-95. Здесь идет танкер, самолет в строю дозаправки Ту-160. Вот нужно выстроиться таким образом, чтобы все самолеты шли на одной скорости, хотя все в них характеристики разные. Можете представить себе, насколько вот эта связка вся должна четко выполнять этот режим полета, чтобы выдержали строй и самолеты сопровождены. Продолжение следует... Продолжение следует... 7-69, посадку 302 разрешаю, ветер 310 градусов, 6 метров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Репетиция прошла успешно. Все группы вышли в строго установленное время. С земли слышал оценки. Первая группа хорошо, вторая, третья и так до 14-й включительно. Считаю, что вторая тренировка, это уже вторая тренировка, прошла успешно. Результат достигнут. И следующая тренировка уже будет, наверное, с резервными экипажами. Потому что резервные экипажи тоже должны также иметь натренированность для того, чтобы успешно в случае необходимости заменить основные экипажи и выполнить также успешно эту задачу. День победы для Александра Николаевича Харчевского двойной праздник. 9 мая у него день рождения. В этот день, я считаю, самым большим подарком для меня – это участие в полетах. Вот в 95-м году в Липецке мы тоже устроили такой небольшой и воздушный парад. И вот мне пришлось участвовать в день своего рождения в полетах. Поэтому считаю, что это самый большой праздник для меня и подарок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok